В суд направлено уголовное дело в отношении пятерых жителей Кировска. Они решили воскресить криминальные 90-е и занялись рэкетом. Однако их преступный план провалился. Теперь пятерка, обвиняемая в похищении людей, рискует лишиться свободы на долгие годы. В апреле 2020 года преступная группа из пяти ранее судимых граждан в Кировске решила заработать деньги вымогательством. По данным следствия, средь бела дня во дворе по улице Олимпийской они похитили двух человек – предпринимателя и его сотрудника. Мужчин привезли на неизвестную квартиру, заперли там, а потом, угрожая оружием и применяя насилие, требовали деньги. С одного потерпевшего требовали 200 тысяч, с другого 300, причем на регулярной основе. В совокупности сумма требований достигала 500 тысяч рублей, что соответствует крупному размеру. Значит, потерпевшие под воздействием того насилия, тех угроз, которые в отношении них применялись, утратили к воле и сопротивлению и высказали согласие на передачу этих денежных средств. Спустя сутки заточения похищенных отпустили заданию и, естественно, те обратились в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело за вымогательство. Узнав об этом, часть рэкетиров сбежали в другие регионы. Но благодаря слаженным оперативным действиям, спустя год трое подозреваемых были задержаны. Именно год мы устанавливали непосредственно, собирали улики, которые мы можем доказать последствию и предоставить следственным органам дальнейшим доказанием. В принципе, установили место жительства всех, и троих фигурантов мы задержали непосредственно в адресах проживания. И через полгода задержали еще двоих фигурантов. Свою вину в похищении людей и вымогательстве подозреваемые отрицают до сих пор. При этом в остальных инкриминируемых преступлениях сознались. Доказательственную базу удалось належащим образом сформировать. Были получены, на наш взгляд, исчерпывающие доказательства их виновности, что позволило предъявить им обвинения, как я уже сказал, в семи эпизодах преступной деятельности, среди которых похищение человека с отягчающими обстоятельствами, вымогательство в крупном размере, угон автотранспортного средства, незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, незаконное хранение наркотических средств, а также грабеж. Так план разнообразить свою криминальную жизнь новым направлением преступлений у Кировской пятерки провалился. Теперь у них будет время подумать, стоит ли продолжать такой образ жизни дальше. А срок отбывания наказания за предъявленные преступления совсем скоро определит суд. Это является открытым рассмотрением уголовного дела в отношении Маринина, Романа Александровича, Лапина Юрия Викторовича, Мехикинева, Лучина Афгановича, Маркова Кирилла Александровича Иванова, Максима Андреевича по революционным жалобам на приговоре Кировского городского суда Мурманской области 24 мая 2023 года. И с адвоката, представляющий интересы судебных. Значит, осужденного Маринина, адвокат Кельманзон, представил удостоверение. Осужденного Лапина, адвокат Попович, представил удостоверение. Осужденного Мехикиевых, адвокат Кожевников, если вы присядьте. Осужденного Иванова, адвокат Мухачев, представил удостоверение. И осужденного Маркова, адвокаты Румянцев и Воронина. Это вы, да? Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы являетесь учателем уголовного судопроизводства по делу лиц, которые сегодня участвуют в режиме медиконференции? Просто слушайте. Скажите, пожалуйста, паспорт, который имеется у нас, это ваш паспорт? Да, мой паспорт. Можете назвать вашу фамилию, имя, отчество? Мамаев Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, хорошо. Мамаев Владимирович, вы открыто у нас судебное заседание, присутствуете в зале судебного заседания. Позднее я разъясню в регламе судебное заседание, касающееся, значит, участников судебного, в том числе и слушателей. Значит, мы получили ваше ходатайство, очевидно, это ваше ходатайство о проведении видео, значит, о разрешении видеозаписи процесса, судебного процесса. Так, да? Да. Мы его рассмотрим, установим закон о порядке, примем решение и доведем до вашего сведения. Пока присядьте. Довожу до сведения участников судебного заседания о поступлении ходатайства Мамару Владимировичу, который присутствует в зале судебного заседания, с просьбой разрешить видеозапись судебного заседания, которая будет производиться на смартфоны с испольным стативом. Количество смартфонов не более трех. Ну и зоны видеозаписи, которые просят обеспечить, это общий план, судимые стороны защиты и обвинения. Значит, ходатайство поступило 4 сентября в Мурманске областной суд, сегодня 7 сентября. Ну, поскольку такого рода ходатайства не подлежат рассмотрению, с учетом мнения сторон, судебная коллегия должна принять решение о заявленном ходатайстве. Скажите, пожалуйста, к Мамару обращаюсь, какое отношение вы имеете к рассматриваемому сегодня, к уголовному делу в отношении людей, которые участвуют в режиме видеоследования? Слушатель, человек, которому интересно, как будет рассматриваться процесс, очень много статей, очень много он подсудим, мне кажется, это будет очень интересное дело. О том, что сегодня в суде заседания вам стало известно из открытых источников? Да, с сайтом, да, я и подписал свое обращение, и трону больше, через ГАЗ правосудия. Скажите, пожалуйста, с кем-либо из участников процесса вы знакомы, какие-то отношения вас связывают? С Мехтеевым знакомы. С Мехтеевым знакомы? Остальные милиции мне не знакомы, да? Да, с Мехтеевым. Хорошо. Итак, обсуждается ходатайство Мамая Владимировича относительно возможности разрешения производства видеосвязи. Каждый из участников процесса правил высказать свое мнение. Осужденный есть какое-то мнение по этому вопросу? Но прежде всего, к Мехтееву. Мехтееву подтверждаете знакомство с гражданином Мамая Владимировичем? Да, ваше честь, я хотел бы, чтобы вы разрешили произвести видеосъемку. Чем это связано? Почему вы поддерживаете такой ходатайство? Для чего необходимо производство видеосъемки? Какая-то есть у вас причина для того, чтобы проводить видеосъемку? Для чего нужно делать? Ну, не хотелось бы. Хотелось бы. Хорошо. Остальные осужденные имеют какое-то мнение по этому вопросу? Ну, я не прошу, что я буду. Не против. Хорошо услышали вас. Защитники, мнение общее или каждый отдельно желает выступить? Пожалуйста. Общее мнение не против. Не про на усмотрение. Не про на усмотрение. А, не общее мнение на усмотрение суда. Значит, адвокаты Воронина и Румянцева за то, чтобы проводилась видеосъемка. Прокурор готов лицать мнение по этому вопросу? Да, уважаемый суд, очень трудно, что одним из эпизодов, которые осуждены, осужденные, непосредственно связаны с нарушением комиссионных прав потерпевших, полагаю, что введение видеозаписи излишне в суде мы за состояние настоящее. Судебные коллеги рассмотрели в заявлении обращение гражданина Мамаева Владимира Владимировича относительно разрешения проводить видеозаписи судебного свидания по уголовному делу с учетом мнения сторон общества. К выводу об отсутствии оснований для проведения такой видеозаписи, поскольку она может, по мнению судебной коллеги, привести к нарушению прав и законных интересов участников процесса в лице потерпевших, несмотря на их отсутствие здесь в зале судебного заседания. В том числе и право на неприкосновенно частные жизни, личные и семейные тайны. Владимир Владимирович, понятно? Принято решение? Да, уважаемый суд. Аудиозапись судебного свидания, она разрешается вне зависимости от решения суда. Понятно, да? Она ведется сюда. Присядьте, пожалуйста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok